указываю изнутри наш отель мандала чемандала вот такое оформление он там вот у нас был завтраком люди еще сидят можно в палатках даже которые установлены брать стоит 150 лир входит ужин очень хороший ужин правда чай за дополнительные деньги но в турции так принято на кипре по моему также принято вот завтрак такой достаточно скромный но лучше чем в предыдущем отеле есть бассейн но вода такая достаточно холодная и есть море вот прямо с балкончика нашего номера совсем балкончика такая полу терраса ну так вроде как прохладенько немножко но уже солнышко проглядывает будем смотреть что делать дальше ну да я не сказал сегодня 4 апреля и так все уходим из этого места даже андрей уходит и очень поздно выходим аж в 12 часов я вообще против таких поздних выходов но 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 я не один и все путь сейчас 7 километров с набором хорошим высоты и постоянно все 7 километров вверх и вверх на пляж уже не пойдем адрес купался даже в бассейне и первое выйти из этого селения под названием кабак и сразу такой но очень хорош по асфальту правда подъем в гору и что удивительно я впереди вижу тоже какого-то путника вроде бы а такой хороший был подъем из этой оселения и вот вы выше я видел и выше на своей стрелке вот стрелка и вот покажу долинки 7 километров а здесь такой же надпись но пишет 8 километров кому верить фиг его знает какому значку может два разных пути есть ну вот пошли всего лишь один километр но набор высоты такой вот существенно уже он видно море очень очень внизу он мой товарищ идет его периодически поджидаю нормально в принципе идет она всю дорогу будет вот такой подъем я правильно понимаю нам надо будет перейти через эту гору и уже чувствую что можно делать шорты из моих брюк сегодня вообще тепло ну и что после полтора километра набрал правда почти 180 метров высоты у меня первый привал потому что товарища потерял буду ждать здесь развилка есть небольшая и отдохнул заодно в принципе и сам все нормально набор высоты очень хорошие еще надо долинки до этой 525 метров набрать ну и так 10 минут отдохнув вышли на настоящую ликийскую тропу они на дорогу вот такие рукотворные сооружения вот она стрелка знак мы идем по камням теперь вот он такой очень бодрый путник продвигается по топе мою сторону интересно посмотреть как будет это выглядеть на большом экране на зашли в какое-то красивое место может каньон кто у них как называется я не знаю но идти прохладно хорошо солнышко нет тучек пока слава богу тоже нет так что идем идем и торопясь очень-очень не торопясь ну вот первое место которое показано как источник с водой ну и вот это как мне кажется второй источник с водой сезона тоже пересохший перешел его в брод не намочив ноги воды нету здесь короче небольшой спуск был продолжительный сейчас вероятность его будет подъем оказывается был наверно ручей какой-то протекающий когда-нибудь не было его а вот он источник с водой указанный на макс мы тоже не очень источник воды нет мы давно не показывал главного героя моего путешествия это я иду сегодня без всяких пока приключений раз прошел правда поворот и хорошо антоней не сильно отстал позвал мне сказал но так иду иду спокойно хорошо такое странное мрачное место здесь кемпинг тоже есть может нет такой как надгробия вот написано 84 то есть 42 84 это 42 года умер стул вот такой я бы не стал здесь сидеть пожалуй ты на ночлег останавливаться как-то я не суеверный но не нравится иду дальше ну и вот наконец-то попался настоящий источник с водой но это где-то чуть меньше четырех километров от центра кабака он есть вода она хорошая вкусно но я ее не буду пить пока пока по крайней мере долинки там есть магазин лучше куплю себе когда будут времена сложные а вдруг такие будут что воды нет или еще что то конечно это вариант море там видно это мы ушли другом по той стороне этого ущелья каньона чего-то сейчас пришли на другую сторону блин ну мне городскому жителю живущему на равнине степях украинских украинских но очень интересно нравится вот эта вот ходьба по новым условиям там новый рельеф блин не знаю наверно надо сверяться с картой тут какая-то развилка идет дорога вниз и стрелка туда вниз и он белокрасные стрелки но есть такая же дорога и вверх это буду ждать товарища чтобы не заблудились и будем идти дальше такая красивая видовая . площадка и вон пляж кабак далеко-далеко внизу он здание наверху если не видно куда мы тяжело поднялись кабака после этого еще сколько набрали высоты но очень интересно приятно такое место где-то три километра не доходя меньше уже до алинки место кемпинга наверху приятно дерево есть есть доски где посидеть всего 800 метров прошел после последней остановки наверное андрея здесь и подожду потому что подъем был хороший повторюсь темпы у нас у всех разные чтобы не потеряться он голоса где-то слышал двух турков обогнал кстати мужчину женщину идут не торопясь очень и внизу где-то голоса наверно хорошая большая компания идет все небольшой привал на 10-15 так и вот такое чудо магазин без продавца не знаю ценника я не видел правда немного людей берут я смотрю но в наличии такая вещь а вон написано кока 6 лир фанта 6 лир ну и там все остальное тоже и так вот это последняя до последняя видовая площадка на кабак на этот и уходим в сторону от моря немножечко но высота набрана за сегодня конечно хорошая уже но это еще не все ну и вот он еще один магазин наверно настоящий магазин побольше то что раньше того не было на карте обозначено где имеется вода имеется напитки на продажу и что мне нравится имеется столик где посижу попью поем вот еще лучше столик все здесь в общем привал у меня вот пацан решил побаловать себя чайком несложный процесс приготовления горелка можно было бы достать еще ветрозащиту но я уже разнулся уже полный релакс очень приятно попивать чаек в такой обстановке на природе снизу еле еле доносится музыка с кабака много-много километров и так слышно там он группа которая обошла нас не обошла нас мы давно слышим я догнал на какое-то время двоих из турции услышно тоже очень-очень далеко но очень хорошо посидели на этом месте дождался своего товарища попили чай кофе с печеньем напитки ничего не покупали у меня мелких денег нету и сейчас предстоит такой на небольшом расстоянии 500 600 метров очень-очень хороший крутой подъем мапсми почему-то уже не один раз ошибался может и нет но уже время по моему к пяти сейчас посмотрю скажу да уже пять минут шестого надо уже думать о ночевке где-то так прошел я километр от того места магазина без продавца по пути был еще один магазин без продавца где мы в принципе договаривались встретиться с товарищем ну вообще даже отдышки нет я не знаю или мапсми немножечко путает что-то или кофе так с печеньем помогло даже не запыхался нормально все сейчас жду андрея идем дальше уже время искать какое-нибудь место для ночевки где могут стать две палатки потому что время уже пол шестого итак при входе в селение алинка увидели опять море небо такое уже темнеет тучки идем медленно прошли всего лишь там всем чем-то километров но все проходим алинку ищем где блин где ночевать и того прошли 550 метров приходим в алинку какое-то заведение у хасана там предложили вот нам поставить за 80 лир прямо вот в этом как они называют гарден сад я не вижу что это сад свои палатки плюс ужин 80 лир человека мы решили ветер начинается согласиться вид обещали нам хороший сделать убрать вот эти полотенца ну и собственно реально есть некоторые бит и я думаю это лучше чем если бы мы остановились где-то в кемпинге без ужина тем более у нас нет продуктов короче я доволен каждый день что-то новое интересное начинается сильный ветер а мы хоть и живем здесь но вот это хасан маркет и рядом вот есть такое место наверное им же как жить не знаю где можно поселиться так входит ужин это первое второе хлеб вода и входит мой товарищ в меню приятного аппетита не знаю насколько будет мешать свет моей лампы но что можно сказать ветер очень сильный ночью в палатках своих надеюсь что будет тепло ужин был сумасшедший очень-очень много еды я еле-еле съел за вай-фай договорились подключили палатка реально вся шутается надеюсь что видно ну все спокойной ночи завтра продолжаем путь да наверное не сказал я сегодня прошли 7,7 километров но подъем был очень сумасшедший припад высоты ну как сумасшедший нормальный 580 метров спокойной ночи до завтра если такая вот дорога вот стало сплошные камни у нас здесь не будет ли у нас реально надо смотреть куда ногу ставишь а а а а